Всем привет, смотрите как восстановить данные с программного GVenum RAID 5 массива операционной системы FreeBSD. Я покажу как установить последнюю версию FreeBSD с графической оболочкой GNOME, а еще как создать и настроить программный RAID 5 из трех дисков. GVenum – это управляющая программа диспетчера логических томов, реализация менеджера TomoVenum в GeoM. Он прошел множество изменений с момента первоначального импорта еще в пятой версии FreeBSD, однако с начала 2020 года GVenum устарел, в настоящее время он считается в основном необслуживаемым и уступает ZFS для большинства целей, но все же используется некоторыми пользователями при организации системы хранения данных. Для начала давайте рассмотрим как установить FreeBSD. Как и для установки любой операционной системы сначала нужно скачать установочный образ. На официальном сайте есть несколько версий архитектуры 64 и 32 битная. Скачиваем версию в зависимости от количества оперативной памяти. На данный момент доступна 13 версия FreeBSD. Создаем загрузочный накопитель с помощью специальной утилиты, к примеру Rufus или Etcher. Подключаем накопитель ПК на который будем устанавливать систему и загружаемся с флешки. В начале загрузки жмем Enter для выбора первого пункта установки. Далее вы увидите окно установщика. Выбираем Install и жмем Enter. На следующем шаге можно выбрать раскладку клавиатуры. Мне достаточно той, что стоит по умолчанию. Select. Указываем имя сервера. В окне выбора компонентов для стандартной серверной сборки достаточно этих двух компонентов. Для выбора жмем пробел и ОК для продолжения. Затем идет разметка диска. Я выбираю автоматическую UFS. ОК. У меня для системы выделен отдельный диск. Выбираю Entire Disk. Если вам нужно создать отдельный раздел нажмите Partition. Выбираем из списка таблицу разделов. Проверяем разметку диска и жмем Finish. И соглашаемся перезаписать диск. При этом все данные с него будут удалены. Далее установка системы проходит без участия пользователя. Ждем ее завершения. Вводим пароль суперпользователя root. И еще раз для подтверждения. В настройках сети выберите нужный адаптер. ОК. Теперь нужно указать параметры сети. IP версии 4. Yes. Использовать DHCP. Yes. IP версии 6. Нет. Выбираем регион. Страну. Настраиваем дату и время. Далее нужно выбрать службы, которые будут запускаться при загрузке. SSHD, NTPD, PowerD. Выбираем параметры безопасности. Третий, четвертый, седьмой и восьмой пункт. Для добавления нового пользователя на этом этапе жмем Yes. После перезагрузки и запуска FreeBSD вы видите командную строку. Так как в командной строке работать не совсем удобно, я покажу еще как установить графическую оболочку GNOME. GNOME это бесплатная среда рабочего стола с открытым исходным кодом для Unix подобных операционных систем. Для работы графической оболочки нужно установить XORG. XORG это сервер оконной системы XWindowsServer, который позволяет пользователю организовать для себя графическую рабочую среду. Чтобы установить XORG введите такую команду pkginstallxorg и есть для подтверждения. После чего начнется установка. После установки XORG можно приступать к установке GNOME. Вводим следующую команду pkginstallgnome. Затем есть для подтверждения. После установки компонентов графический интерфейс не загрузится автоматически. Чтобы при запуске системы он загружался автоматически нужно внести некоторые настройки. Вводим в консоли такую команду. В результате откроется конфигурационный файл, в котором нужно добавить строку с таким содержанием. После жмем ESC. Появившимся окне выбираем Live Editor и жмем ENTER. Затем выбираем пункт Save Changes. Еще раз жмем ENTER. И для перезагрузки пишем Reboot. После перезагрузки вы увидите не консоль, а графический интерфейс. Вводим логин и пароль, который ранее указали. После ввода пароля загрузится рабочий стол GNOME. На этом установка FreeBSD и графическая оболочка GNOME завершена. Итак система установлена. Для удобства управления у нас есть графический интерфейс. Теперь разберем как собрать программный RAID массив пятого уровня из трех накопителей, которые подключены к ПК для организации хранилища важных файлов. Для начала нам нужно определить имена подключенных дисков и определить те из которых будет построен RAID. Вводим команду. В результате система выдает следующее. CD0 это наш привод. DA0 диск с системой. DA3, DA2 и DA1 это диски из которых мы будем собирать RAID 5. В системе они находятся в папке dev.da. Если вы сомневаетесь можно посмотреть размеры диска. Для этого вводим такую команду. В результате система выведет следующую информацию. В дальнейшем нам потребуется такая информация. А именно размер накопителя. Для наглядности я выделил ее на экране. Теперь нужно создать директорию которой будем монтировать наш RAID. Назовем ее к примеру server. Затем нужно создать конфигурационный файл нашего RAID. Вводим команду и заполняем его где нужно указать имена дисков, конфигурацию RAID и размеры накопителей. Drive RAID 5.1 псевдоним физического диска. Dev.da1 сам диск в системе. Volume RAID 5 это название виртуального диска который будет образовывать наш RAID 5. Plex это набор который предоставляет полное адресное пространство. Поскольку мы организуем RAID 5 мы вводим ORG RAID 5. А размер страйпа будет 256 килобайт. SD это поддиски. Мы используем три диска размером 30 гигабайт. Но размер указываем следующий файл. Та цифра которую я выделил ранее. Жмем ESC и сохраняем изменения файла. Теперь можно создать сам массив RAID 5. В результате будет создано устройство RAID 5. Далее нам необходимо создать на нем файловую систему. Вводим такую команду. А затем нужно сделать чтобы модуль VINUM загружался автоматически. Выполнив такую команду. Также нам надо смонтировать наш массив. За точку монтирования берем папку server. Которую создали в начале. И после перезагружаем компьютер. Reboot. Вот и все RAID 5 собран. Проверяем работу командой divinum l. Введем три наших накопителя. И новый RID 5. Соответствующим объемом. Рейд 5. Довольно надежная решение в плане сохранности важных данных. Но как и любое другое хранилище не идеально. И в результате различных факторов может произойти нарушение его работы и потеря информации. Если ваш сервер не работает, вышел из строя один или несколько дисков массива. В результате вы потеряли доступ к критически важной информации. Воспользуйтесь специальной программой для восстановления данных. Hetman RAID Recovery. Утилита поддерживает большинство популярных файловых систем и типов RAID. На литу вы читаете всю необходимую информацию и соберете разрушенный RAID в автоматическом режиме. Вам нужно лишь запустить анализ и дождаться окончания процесса. Сохранить нужные файлы. Извлеките диски из сервера, на котором был создан RAID и подключите к компьютеру с операционной системой Windows. Если материнская плата не позволяет подключить все диски, воспользуйтесь специальными переходниками и расширителями. Как видите программа без труда собрала RAID и отображает всю найденную о нем информацию. Это наш RAID 5 с файловой системой UFS. Жмем по диску правой кнопкой мыши и выбираем открыть. Указываем тип анализа. Быстрое сканирование оперативно просканирует диск и отобразит всю найденную информацию. Если в результате нужных данных найти не удалось, запустите полный анализ. Вернитесь к начальной странице менеджера дисков, кликните по накопителю правой кнопкой мыши и выберите проанализировать заново. Выберите полный анализ, файловую систему, далее. В особо сложных ситуациях рекомендуется выполнить поиск по сигнатурам, установив отметку напротив глубокого анализа. В результате программа отобразит файлы и папки, которые остались на дисках. Найдите нужные файлы, отметьте их и нажмите «Восстановить». Укажите место, куда их сохранить. Прежде чем приступать к сохранению, нужно позаботиться о наличии диска в пространство равному сохраняемой информации. Указав каталог, жмем «Восстановить». По завершению все файлы будут лежать в указанной папке. В особо сложных ситуациях, при затирании критически важной служебной информации на дисках, программа может не собрать RAID массив в автоматическом режиме. В таком случае здесь реализирована функция ручного построения RAID в конструкторе. Для такого построения вам нужно знать всю информацию о разрушенном массиве. Открываем RAID конструктор. Выбираем пункт «Создание вручную». Далее. И вносим данные массива, тип RAID, порядок блоков, их размер. Добавляем диски, из которых состоял массив. И указываем их порядок. В результате он должен появиться в этом окне. Если параметры указаны верно, вы видите дерево каталогов. Если его нет, параметры указаны неверно или недостаточно, чтобы определить RAID. Возможно нужно указать смещение, по которому находится начало диска. Определить его можно с помощью HEX редактора. Указав все параметры, жмем Добавить. После массив появится в менеджере дисков. Анализируем его. Быстрый или полный анализ. И восстанавливаем файлы, который нужно вернуть. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.